Будь полицейским призвание. С войны и службы это изо дня в день доказывают не только герои, погибающие при исполнении или совершающие подвиги, рискуя собственной жизнью, но рядовые сотрудники, под чьим контролем находится наше с вами спокойствие и общественный порядок. С вами программа «Вызов принят». Здравствуйте! Работа участковых всегда на виду. Их знают в лицо даже больше, чем представители других полицейских служб. Есть у участковых свои киношные герои. Из советских времен Анискин, из нынешних Прохоров, главный герой телесериала «Участок». Их разделяют эпохи, но, судя по фильмам, в этой службе главной остается работа с населением. Об этом говорят и те, кто реально трудится в службе участковых. Майор Сергей Корешков – участковый с ни много ни мало семилетним стажем. Территория ответственности участкового уполномоченного – микрорайон, раскинувшийся от круиза до глобуса. Сегодня активно растущий, застраивающийся высотками, заселяющийся новыми людьми. Во время систематической работы на административном участке, участковый из года в год набирает себе, как в компьютер, впитывает в память уже некоторых и фамилий, которые есть у меня граждан на участке, наизусть. Я могу сказать, кто в какой квартире живет и так далее. Я думаю, чем больше я буду работать, тем оно будет лучше. И, соответственно, уже общаясь с гражданами, какое-то доверие начинается между людьми. То есть люди могут свой телефон, свой телефон оставляю сотовый, и в любое время любой человек, который с моего участка может мне позвонить, я отреагирую на данные обращения, приму заявление и примем соответствующие меры. То есть по каждому заявлению дается ответ. У меня участок получается непосредственно, вот этот, который дома, это тоже мой бывший участок. А сейчас у меня непосредственно участок получается от, я старшим участковым, у меня еще есть, со мной работают два участковых, которые тоже на моем участке. За ними непосредственно участковый. Старший участковый отвечает за весь ими сродними участок, получая участки этих двух человек. То есть у меня участок от круиза до глобуса. То есть получается вся Быстрецкая, вся Касимовская шоссе и вся улица Кольная. То есть в настоящее время данный участок интенсивно застраивается. В каждом доме, сами знаете, сейчас и 10-этажные, и 15-этажные, дома и 12-этажные. Свой участок Сергей знает хорошо. И это ему помогает в раскрытии многих преступлений. На вопрос, сколько на его счету раскрытых дел, пожимает плечами. Говорит, подобную статистику не вел. Мы с дядей дружим сколько мы лет? Наверное, уже 10, да? Как при чем? Вот сюда. Около 10 лет. То есть все, что происходит на участке. То есть в каждом доме должен быть человек, с которым участковый должен дружеские отношения. Не то, что дружеские. Мы как родственники. Задачи участкового разнообразны. Разбирается в семейном скандале. Ищет грабителя, напавшего на женщину. Братцы обязан за каждое дело. Участковые загружены работой под завязку. Профилактика у нас. Профилактика преступности. То есть граждане у нас очень много квартирных краш. Очень много мошенничества. То есть если с народом не общаться, то есть проводить вот эти трансцендинговые беседы. То есть у нас практически в выходные дни квартиры многие пустуют. Люди могут остаться без присмотра. Поэтому число квартирных краш растет. А если человек будет знать, как ему действовать в той или иной ситуации, смотрите, то есть если в квартиру соседа кто-то подходит, он уже подозрительному человеку, сейчас в подъезд, вот на моем участке конкретно, люди уже так дверь в домофон не откроют. То есть позвонить, сказать там, здравствуйте, мы в такую квартиру, они уже знают, потому что кто-то может взять и зайти в квартиру соседа, открыть там, совершить кражу, то же самое. То есть они знают, что в выходной день чаще всего количество краж. Я им разъясняю, ну не говорю конкретно подресам, я говорю, вот в этом доме была квартира на краж, вот в этом доме квартира на краж, вот здесь преступление, мошенничество, здесь мошенничество. И они уже ориентируются. Вот когда участка идет по участку, ему просто говоришь, с гражданами беседуешь, и они уже в следующий раз, то есть я сам чувствую уверенность в том, что они не пустят людей каких-то. Подозрительным человеком. Да. И, как правило, звонки непонятные поступают, когда там мошенники говорят какие-то действия, то есть там перевести деньги на такой-то счет, да. И уже звонят, они перезвонят, говорят, здравствуйте, Сергей, мне вот только что звонили, скорее всего, то-то, то-то, давайте, приезжаешь, бишь заявление. Ну заявление-то заявление, но суть в том, что преступление-то оно предотвращено. Да. Наша задача, как участкового, это общение и профилактика. Задумываются ли хорошо знакомые жильцы подведомственных домов о том, сколько бессонных ночей и выходных провел участковый на улицах своего района, чтобы сделать жизнь людей хоть чуточку лучше. Суть работы участкового заключается в том, что участковым закреплен какой-то административный участок. На данном административном участке существует различный контингент. Есть охотники, условники, судимые граждане, просто люди, состоящие на каком-то там психиатрической больнице на учете и просто алкоголики. Данные граждане должны быть во взаимодействии находиться с обычными людьми. То есть и участковый, участковый является амортизатором и является тем звеном, которое урегулирует данные отношения. То есть граждане могут писать заявление на какого-нибудь человека. Мы по данному заявлению проводим проверку. Заявление пишется, как правило, на любую тему. Могут написать заявление о том, что стоит во дворе заброшенный автомобиль. Мы принимаем все меры к уборке данного автомобиля. Могут написать заявление по поводу соседей, которые шумят ночью. То есть стараемся урегулировать здесь данный вопрос. Прилечь к административной ответственности или провести беседу с соседями. Как правило, это бывает в новых домах, где только-только люди заселились. Как правило, только в новостройках. Вот по моему опыту. Всегда приветливый, внимательный, в бодром расположении духа мужчина в форме ежедневно обходит улицы своего района. Куда он спешит в этот раз, многим не вдомек. А у него семейный скандал. Муж с женой при разводе не поделили квартиру. Требуется помощь. А еще его ждет бабушка, у которой пропала кошка. Животное срочно нужно найти, иначе хозяйка не найдет себе покоя. Как-то получается, что без его вмешательства люди разобраться со своими проблемами не могут. В участковом можно обратиться к любому поводу. Последние заявления, последние материалы такие интересные, касаются, например, личной семейной жизни. Например, у меня был материал буквально недели три назад, когда, не будем говорить ни имен, ни адресов, предположим, муж ушел из семьи, женился в новую семью. И потом решил вернуться, предположим, обратно. И между настоящей женой и бывшей женой, ввиду того, что там дети, начинается конфликтная ситуация. То есть, и, получается, приходится как, чтобы не допустить конфликтной ситуации, и чтобы она потом не вылилась в что-то более серьезное, чтобы там, на что может пойти ревнивая женщина. На все. Пришлось вызвать одну, вторую сторону, вызвать этого мужчину и сказать, например, давай на нейтральной территории, и ты определись. Я, конечно, не буду вас учить, это ваша семья. Но это может потом прийти к тому, что ты либо придет к тяжкому преступлению, либо еще к чему-то, либо к подчинению вреда здоровью. Мучестковый должен быть общительным человеком, я считаю, общительным. Должен быть тонким психологом, потому что вот в конце сентября у меня был материал проявки, то есть муж, получается, душил жену. Потом она от него выросла, он там взял ножик, хотел ее там... В итоге возбудили на него уголовное дело, угрозу убийством. А потом они помирились, чрезвенели. В итоге я, как приятно, шел на работу, встретил их, они шли из суда. Они подошли, муж мне пожал руку, говорит, спасибо тебе, брат, я пить бросил. Какой-то все-таки жена подошла, пожалуй, мне также руку обняла, говорит, вы спасли нашу семью. То есть он, получается, человек запил на какое-то время, а ему пить нельзя. И то, что там дело было, конечно, возможно, ну... Мне дорого то, что и он мне благодарен, и та сторона. Но помимо заурядных ежедневных дел, в голове у полицейского еще с десяток, а то и более рабочих вопросов, которые не терпят отлагательств. Успеть нужно везде. Веду себе паспортный участок. У каждого участка есть паспортный участок. То есть в паспортный участок сформировано, то есть здесь есть фотография участка непосредственно. И ведется дальше, вот, например, объекты массы пребывания людей. Телефон сотовый, кто, что. Вот директор школы, там, 73-й. И дальше там главпичкомбинат, водоканал. То есть вот записываешь, то есть ведешь... Идешь, это основные моменты, которые есть. Ну, в паспортный участок, конечно, нет граждан у нас. Ну, тут все ведется. Условники, кто у меня, когда срок закончился, когда у него постановка была, за какую статью. То есть судимость у человека, то есть все это вносится. В кабинете, как правило, сижу мало. У меня, правда, есть приемные дни. То есть вторник, четверг, суббота. Они на опорном пункте указаны, но в моем участке знают, когда у меня приемные дни. То есть, как правило, я в основную часть времени своего провожу на участке. То есть рабочий день официально получается у меня с 9 до 6. Но, как правило, работать же там бывает и к 10 часам, и к 9, и выходной день. Все подстраиваешься под граждан, чтобы как-то вот... Ну, работа такая, никуда не денешься. С многими жителями участка Сергей поддерживает доверительные отношения. И о нем любой скажет, что участковый, добрый и отзывчивый души человек. Чуткий и внимательный. Все просто, говорит сам полицейский. Работа участкового – это работа психолога. Если не вникать в суть проблемы каждого, кто обратился за помощью, никакого эффекта работы не будет. Недавно я думал, там машину повредили, оказалась собака. Посмотрите, ну, просто раскусала там все. Разрывала покрышку, да. Оказывается, бегала без поводка, ночью хозяину, протокол написал. Каждый гражданин хочет устроить свою территорию для благотворного своего существования. То есть, чтобы во дворе не пили, раз. Чтобы не хулиганили. Чтобы какие-то непонятные действия во дворе не происходили. То есть, они звонят, мы разбираемся и выполняем их запросы. А с ним мы давно знакомы. Как только пришел на работу. Как только пришел. Тогда ведь перестроили, у них ни стул, ничего не было. Еще с лейтенантом. Показать нашу работу, я считаю, это не допустить, как можно, чтобы было меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Вот в чем суть работы участкового. Если у меня на участке будет данных преступлений меньше, то есть, соответственно, не то, что там я... Я просто само вот это... Значит, я сохранил свои работы, чью-то жизнь, чью-то там... Ну, то есть, не допустил горе. Если на территории совершено преступление, прибыть первым. Организовать охрану места происшествия. Найти очевидцев и свидетелей, подозреваемых. Одних обидели и оскорбили, другие не в состоянии противостоять жестокости, цинизму, хулиганству. У третьих глава семьи деспот, а страдают дети. И, как правило, женщины говорить на эту тему не желают. И приходится вникать в проблемы людей, устанавливать причины, выяснять истину. И самое тяжелое в этом процессе – принять решение. Не на эмоциях, а на базе закона. Когда разбирается жалоба, то симпатии и антипатии должны быть забыты. Он не только страж правопорядка на своем участке. Ему приходится выступать судьей в соседских и семейных спорах, быть советчиком в жизненных ситуациях. Участковый – это полицейский широкого профиля, универсал, в отличие от других сотрудников органов внутренних дел, которые являются специалистами узкого направления. На своем участке он начальник полиции, в его ведении решение насущных проблем жителей, борьба с домашними боксерами, рассмотрения ссор между соседями, досмотр личного автотранспорта, работа с несовершеннолетними ранее судимыми, борьба с незаконным оборотом наркотиков. Словом, все, что или кто нарушает законные интересы граждан. Везде успеть задача достаточно сложная. Корешков с ней справляется. К Сергею жители идут за помощью в любой ситуации, даже не свойственной его работе. Всем им он помогает, советует, куда обратиться, а порой и сам решает их проблемы. Пьяная драка, квартирная кража, шумные соседи или подозрительные лица в подъезде. С абсолютно любой проблемой люди приходят сюда, в участковый пункт полиции, сотрудники которого круглосуточно трудятся во имя сохранения порядка и спокойствия граждан. С вами была программа «Вызов принят». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин